Знакомый дом, знакомые проблемы. Жители пятиэтажки на улице Мархлевского отчаянно и давно ждут капитального ремонта крыши. И надежда на благополучный исход у них тает с каждым днем. Наша съемочная группа приезжала сюда в январе. Несмотря на холода, с потолка текло. Течет и сейчас. Крыша плохая, старая. Очень текло, когда таял снег. Текло в трех комнатах, особенно в детской. Подставляли все кастрюли, все, что можно. Тазы, кастрюли, ведра, все, что можно. И текло целый день. Таяло, особенно когда таял снег. 126-ти квартирный дом 52-го года постройки. Образец неоклассической архитектуры. В народе дом-комод. Главный фасад венчает башня Бельведер по периметру Балюстрада. Творение архитектора Менде выглядит впечатляюще. Правда, жители уже и не рады, что живут в выявленном объекте культурного наследия. Капитально отремонтировать обычный дом было бы многократно проще. Курьез состоит в том, что крыша тут течет давно. Но работы по ее восстановлению были заменены на фасадные. В 2014-м здание привели в порядок, отреставрировали. Но из-за текущей крыши от ремонта не осталось и следа. Штукатурка местами обвалилась, обнажив кирпичи. Потрачено было почти 6 миллионов рублей. В квартирах не лучше, чем снаружи. Жильцы пятого этажа всех подъездов жалуются на водопады с кровли. Любому здравомышленному человеку приходит на ум, что сначала сделается крыша, а потом все остальное, чтобы не мочило. Поэтому это было всему дома непонятно. Но нам говорили, ремонт делался летом, и нам сказали, что осенью сделают крышу. Но, естественно, ее не сделали. Это не просто безхозяйственность, это безалаберность, безответственность. И вообще, это бы сказалось, слабообьем властей. По-другому не скажешь. Дома у Владимира каждый дождик грибной. На стенах поверх дорогих сердцу и кошельку обоев уже расцвела плесень. По весне произошли очень сильные протечки в нашем доме. Соседи вообще сильно пострадали. Я полночи находился на крыше с тазиками. Вы не поверите, это атомный век. И у нас такое происходит. Я вообще не понимаю, как это может быть в такое время. С управляющей компанией в попытке выбить текущий ремонт здесь судился каждый второй собственник. Но восстановительные полумеры уже не помогают. Жители рассказывают, беспокоятся за свою жизнь, боятся подходить к окнам. Над кухней сгнили две балки. Вроде немножечко очистили на чердаке место, но пока ничего не сделали. Балки так гнилые, к окну нельзя подойти. Потому что ни пятому этажу, ни четвертому. Потому что потолок прогнулся внутрь. Чтобы реставрировать выявленный памятник, нужно выполнить четыре этапа. На каждом свои сложности. Техзадания нужно получить в Комитете по культуре. Затем нужно выполнить проектную документацию. Согласовать ее с точки зрения историко-культурной экспертизы. Затем найти подрядчика с лицензией на выполнение работ на памятнике. В Иванове таких организаций всего одна. Денег на ремонт такой особенной крыши нужно кратно больше. Вот поэтому все и затягивается. Капремонт должны были провести в 2015. Вопрос не решен и к середине 2017. У нас дается по регламенту 30 дней на рассмотрение. Мы сделали это в 13 дней и выдали. То есть вот фактически они могут завтра, наверное, уже это все получить. Это вот первый этап. Значит, на следующий момент. Сколько времени проектная организация будет разрабатывать проект? Я не могу сказать. Я не знаю. Таких домов-памятников в Иванове 38. По 13 уже готова документация. Дом-комод особенный. Объект большой и сложный. До конца июня ожидаем технического задания. У нас, в принципе, сформирован подрядчик и отобран путем электронных торгов на проектно-смертную документацию. Вопросы культурно-исторической экспертизы. Попечийский совет нам определил финансирование. Мы, как говорится, в низком старте. Как только поступают документы, мы все усилия приложим для ускорения процесса. Все-таки планируем мы, что на конец лета, начало осени, мы выходим на выбор подрядчика для производства работы. Шанс успеть до конца строительного сезона есть, отмечают специалисты. Жители им верят. Но опасаются, что если крышу не отремонтируют, то они снова попадут в информационные ленты. Но уже с другим сюжетом. Трагическим. Мария Смирнова, Денис Денисов, Антон Осипов. РТВ Иваново. Черепушка.